Вопрос об изменении меры содержания для Сергея Морозова рассматривали в среду в Октябрьском районном суде. В зале заседания экс-депутат появился в костюме. Но не в том, в котором его привыкли видеть. Обросший и уставший, но в целом настроенный позитивно, Морозов попросил меру содержания изменить на домашний арест. Для следствия, я об этом следователю говорил, если они хотят, чтобы дело продвигалось намного быстрее, то необходим домашний арест, но никак не заключение под стражей. Потому что условий для нормальной подготовки к судебному процессу в заключении нет. Сейчас предварительное следствие окончено. Сторона защиты обвиняемый знакомится с материалами уголовного дела, в котором, между прочим, 8 томов. Занимались им три бригады следователей. Напомним, Морозова задержали 20 апреля. Позже ему было предъявлено обвинение в покушении на получение взятки в особо крупном размере. Все время следствия Морозов содержался в СИЗО и неоднократно жаловался на условия, в которых ему приходится жить. По словам обвиняемого, первые 60 дней заключения он провел в карцере, без видимых на то причин. Ваша честь, на протяжении 6 месяцев в предварительном следствии сторона обвинения понуждала меня к даче показаний, противоречащих моей воле, путем причинения физических и нравственных страданий. 60 суток я незаконно провел в одиночном изоляторе карцерного типа, о чем имеется соответствующее представление прокурора по надзору за местами лишения свободы. И даже тогда, когда данный прокурор внес такое представление в руководитель СИЗО, меня определили в камеру общего типа только через 2 недели после того, как данное представление было внесено. 68 суток я содержался один в камере общего типа. Ко мне неоднократно, неофициально приходили сотрудники полиции, УБ и ПК, УВД по Ивановской области, с целью понуждения меня к даче показаний, путем уговоров и угроз. В ходе судебного заседания следователь просил продлить содержание под стражей еще на 2 месяца, до 15 декабря. Аргументировав это тем, что на свободе, пусть и ограниченной четырьмя стенами квартиры, Морозов может повлиять на свидетелей, большинство из которых его бывшие коллеги по городской думе. А еще в ходе ознакомления с материалами дела, экс-депутат узнает о других свидетелях и может попытаться воздействовать на них. Морозов обвиняется по особо тяжкой статье, за которую предусмотрено лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Тяжесть предъявленного обвинения Морозову дает органам предварительного следствия основания полагать, что в случае изменения ему меры пресечения, но не связанной с лишением свободы, под тяжестью предъявленного обвинения Морозов может скрыться от органов предварительного следствия. Так как ранее он неоднократно выезжал за пределы Российской Федерации, и у него к этому имеются возможности. Возможности нет, уверяют адвокаты и сам обвиняемый. Все счета предполагаемого беглеца заморожены. Срок действия загранпаспорта закончился в июле этого года. Да и воздействовать на свидетелей нет нужды. Морозов с предъявленным обвинением до сих пор не согласился. И считает, что грамотное рассмотрение дела в его же интересах. Сейчас, когда ситуация складывается таким образом, что я заинтересован, не следствие заинтересован, а я заинтересован в том, чтобы поскорее ознакомиться с материалами не делать, и в тех нормальных условиях, а не вот так вот в наручниках, когда рядом стоит охранник. Я заинтересован. И мне говорят, что я могу скрыться. Мне говорят о том, что я могу воздействовать на свидетелей, который уже все, уже воздействия никакой невозможны. И Павел Васильевич прекрасно это знает, и уваженный прокурор прекрасно это знает. На данной стадии уже невозможны воздействия. Процессуальные действия завершены. Пользуясь тем, что его дело вызвало общественный интерес, по крайней мере у ивановских телевизионщиков, Морозов заявил, что следствие в отношении него и так излишне затянуто. Обвинение сфабриковано ради звездочек на погонах. Кое-кто в Ивановской области решил получить генерал, благодаря тому делу, которое идет сейчас. И раз он этого генерала не получил, соответственно, сейчас у меня начинает вот таким образом измываться. Или говоря уголовно правым языком, вот наша у меня проводит пытка. Да, Павел Васильевич, это пытка. Пытка 8 месяцев сидеть в следственном жаляты. Ни вашим, ни нашим. Спустя 4 с лишним часа ходатайств и возражений судья принял решение срок содержания под стражей продлить. Но не на 2 месяца, а на 5 дней. 20 октября состоится повторное заседание. Быть может, тогда суд определится, где содержать Морозова. Дома или в СИЗО. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново. Спасибо. Спасибо. Спасибо.